Всем привет! Меня зовут Агния, я преподавательница по русскому языку в онлайн-школе Вэбиум. Всем привет! Я Василия Субродская, я преподавательница литературы в онлайн-школе Вэбиум. Сегодня мы решили поговорить про разных литературных персонажей и немножко посоревноваться в знании разных литературных текстов. Вы, кстати, можете посоревноваться вместе с нами, отгадывая, прям вот откройте комментарий, да там, хорошо, ну вот комментарий, когда пишете, видео хорошо видно. Вот прям прописывайте, автор, название, герой, потому что именно такая задача перед нами сейчас будет стоять. И мы, я так понимаю, снова на перегадки отгадываем. Да, мы будем читать описание персонажа и наша задача назвать этого персонажа, произведение и что за автор придумал этого персонажа. Да, очень хорошая разминка и для сочинения по литературе, и для русского языка тоже. Наверняка. Да. Ну что ж, начнем? Угу. Едва ли кто-нибудь, кроме матери, заметил появление его на свет. Очень немногие замечают его в течение жизни. Но, верно, никто не заметит, как он исчезнет со света. Никто не спросит, не пожалеет о нем. Никто и не порадуется его смерти. У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество. Может быть, только похоронная процессия обратить на себя внимание прохожего, который почтит это неопределенное лицо, в первый раз достающемуся ему почестью. Я говорю, что мы сохраняем стиль, грамматику автора данного отзыва. Глубоким поклоном. Может быть, даже другой любопытный забежит вперед в процессе узнать об имени покойника и тут же его забудет. Так это описание из книги? Да. Так, ну ты догадалась? Ну, у меня есть предположение, я, может быть, ошибаюсь, потому что у меня опять горе от ума. Ну, вот такой вот шалит. Ну, горе от ума же опереса, а тут... Нет, горе от ума у меня. Ну, давайте. Так, значит, первое, что мне пришло в голову, это, конечно же, Акаки Акакиевич Башмачкин, Шинель Гоголя. Но я скажу, что это Николай Васильевич Гоголь, это мертвые души и это похороны одного из чиновников, потому что у них у всех нет имен и как раз в конце выносят гроб с... Я вот не помню с кем, то ли с полицмейстером, то ли с, там, в общем, с кем-то из вот этой вот абсолютно безликой государственной машины. Вот. Я скажу, что это Акаки Акакиевич. Кто это? А, это из Обломов? Алексеев это абсолютно безликий чел, который вместе с Тарантиевым постоянно приходил покушать и покурить хорошие сигары. Надо перечитать Обломовым. Да. Какой вывод мы сделали, что надо перечитать Обломовым? Нет, если все будет такого уровня сложности, то без шансов. Что написал Достоевский на третьей странице? Без шансов. Правда, внешность Икс весьма изменилась. Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы выбросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Пусишки на наглом лице были подвиты и напомажены. От чернота Икс объяснялось очень просто. Он был во фрачном наряде, белела только его грудь. Я думаю, это бегемот. А я думаю, Азазелла. Ну, в общем, что это? Кто-то из мастера и Маргариты. Да, мастер Маргарита Булгаков. Я считаю, что это Коровьев. Ты думаешь, что это Коровьев? Возможно, это Коровьев. Вряд ли это бегемот. Бегемот ходил голый. Да. Он же кот. Он же кот. Ну, вот его дружок. Да. Да. Это Коровьев. Чис. Дай пять. Я сызмальство. Вор. Все. Всегда говорили мор. Воська. Вор Васька. Воров сын Васька. Я преподавала эту неделю назад. Ага. Так. Ну, Натя. Вот я вор. Ты пойми. Я может быть со зла вор-то. Оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня. Назови ты. И это на дне. Да. На дне Максим Горький. И это вор Васька Пепел. Да. У нас теперь не соревнования, а командная работа. Командная работа. Мы все почему-то вспомнили, что наш Икс не женат. И нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине? Как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить. Ну, что-то очень интересно. Да. Спит под пологом, ходит в калошах в любую погоду. Ага. Ну, это Чехов. Да. Это Чехов. Чехов. Антон Павлович Чехов. Человек в футляре. Человек в футляре. Речь идет о Беликове. Да. Ну, я догадалась тоже. Учитель русской литературы 10 минут отгадывает очень просто загадки и показывает лайки в камеру. Проверяет друг друга. Теперь точно командная работа. Никто на Х улице никогда не видел этого Чавика. Он был высок, худ и очень стар. Судя по серебру его волос и бороды. Таких длинных, что их можно было заправить за пояс. Я знаю, что тут. Он был одет в длинный сюртюк, поверх которого была наброшена подметающая землю лиловая мантия. А на его ногах красовались ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками. Глаза за затемненными очками были голубыми, очень живыми, яркими, искрящимися. Оно с очень длинным и кривым, словно его ломали, по крайней мере, раза два. Звали этого человека Икс. Ты так сказала, типа, я не знаю, кто это, мне стыд достал. Потому что мне вообще ноль. Ну, да, надо сказать честно, что это не входит в список школьной литературы. Я так понимаю. А ты любишь это произведение? Очень. Это рассказ? Нет. Это роман? Это да. Ну, все, я сдаюсь. Это Дамблдор, Гарри Поттер, Джоанн Роллинг. Гарри Поттер и философский камень, если быть конкретным. Гоните его, насмехайтесь над ним, потому что я не смотрела ни фильма, ни читала ни книги. Так что я хороший друг, зовите меня на совместный кинопросмотр. Я не смотрела, но верю, что похоже. Я хочу на будильник. Что? Это твое вообще самое главное. Сгинь, нечистая. А вадо кидаро, круто. Правда ли, что вы сказали о вашей невесте в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая, потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать тем, что она вами облагодетельствована. Я, кажется, знаю, кто это. Я тоже, кажется. Это Достоевский. Да, преступление наказания. Преступление наказания. Речь идет о лужине. О лужине, да, речь идет. Изи. Нам нужно отдельную команду ЧГК. Да, собрать. Не всегда это казалось, что она похожа на свое имя. Сантиметров на 10 ниже материнской нормы. И оттого все кругло обточено. И рот раскрыт на встречу каждому моему слову. И еще круглая. И еще круглая пухлая складочка на запястье руки. Такие бывают у детей. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Маттонов, возможно. Маттонов, возможно. Подожди. А может быть это... Замятин. Замятин мы. И это, наверное, описание О, да? Да. Замятин мы. Ничего себе. Я, кстати, была поражена, увидев, что это произведение было написано не в 50-е, не в 60-е годы, а в начале 20-го века. Да. Очень так... Это же как бы визуал на такой основоположный контент. Когда кончился рабочий день, Икс тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 партий подряд, ему стало очень и очень грустно. А почему я все время один, подумал он. Мне надо обязательно завести себе друзей. Это... Крестики-нолики сам с собой, Василиса. Есть ли предположения? Ну, это что-то с юмором написанное, что-то приятное. Так, прям захотелось почитать, что-то такое. Почему я один? Так, отдаленно напоминает Зовщенко, но это, скорее всего, не он. Так, я, честно говоря, бы запомнила такое, если почитала. Ну, хотя сейчас окажется, что читала и все. Да, и теория посыпется. Так. А что вы смеетесь? Вы там тоже пишите, пишите свои комментарии. Кто там играет в крестики-нолики сам с собой? Давай. Да, хорошо. Мы готовы. Мы готовы к этой подсказке. Сколько она стоит, мы выложим все. И взяв карандаш, он написал такое объявление. Молодой Икс, 50 лет, хочет завести себе друзей с предложениями общаться по адресу. Большая пирожная улица, дом 15, корпус И. Звони три с половиной раза. Большая пирожная улица, ты можешь вообще какой-то, не знаю, канула нет. Примерно, да, что-то такое. Ну, потому что там в основном уже были все эти говорящие имена и... Так, крестики-нолики. И название улиц. Пирожная улица, где у нас были съедобные улицы? Не знаю, по юмору может быть все-таки похоже на стругацких. Понеделик начинается в суху. Готово. Детская. Колобок. Нет. У него нет рук. Что вы играете в крестики-нолики? Ну, в самом деле, детская литература как-то попалась. Да. Подожди, ну, молодой крокодил хочет завести себе друзей. Это было в Чебурашке. Ну, тут человек же, да? Или это Чебурашка? Господин Икс. Ну, не господин крокодил, а господин крокодил Гена. Возможно, это, да, крокодил Гена. А как называется произведение? Чебурашка. Чебурашка. Приключения Чебурашки Успенский. Почти. У нас музыка народная, слова народные. Все? Да. Да, уж, конечно, такой финал провальный. Позор. Ну, это значит... Никогда не поздно начать читать детскую литературу. Да, периодически для детской литературы, да, нужно, да, расти. Все взрослые-взрослые про день читаем, а вот... Вот с Мишариков смотрите, да, такая глубокая философия. Только когда вырастетесь, это понимаете. Вот у вас ежик собирает фантики, и вы думаете, блин, прикольно, мне 7 лет, я тоже буду собирать фантики. Фантики. А проходит 10... Их тоже, да, проходит 10 лет, и вы смотрите, до какой же глубины отчаяния и одиночества дошел этот маленький ежик, что единственным счастьем в его жизни стала коллекция фантиков. Ну, и ваш другой вариант. Это раритет. Поле депрессивный, или менее. Можете, друзья, всем спасибо большое за внимание. Читайте книжки и детки, и взрослые, и для подростков. Смотрите Смишариков и ставьте лайки этому видео. Спасибо большое. Да, перечитывайте произведения, если вы их любите. Открывайте для себя новые произведения, делайте их любимыми, перечитывайте, и так круг чтения замкнется. Кстати, можете в комментариях оставить описание своего любимого литературного персонажа. Да, мы придем в комментарии и напишем... Попробуем угадать. Да, только мы не будем гуглить, если что. Да, вот сейчас. Так что, да, давайте. Спасибо большое за внимание, всем пока. Пока.